Решение о строительстве рубежей руководство СССР приняло осенью 41-го года, когда враг был под Москвой. Рубежи должны были помешать проникновению немцев вглубь страны на подступах Казани, Куйбышево-Ульяновску. Работы на берегу Суры начались 28 октября. На строительство рвов и противотанковых окопов были брошены все силы. В основном это были женщины и подростки. Трудились по 10 часов в день, без выходных, в тяжелейших условиях. В то время стояли 40-градусные морозы. Валентина Машинина из Маргаушского района вспоминает. Вместо учебы строили окопы. В 41-м году ей было 14 лет. Она работала в родном колхозе и вместе со стариками и женщинами рыла окопы вдоль Суры. Провошли учиться. Хотели государству помогать, наверное. Поехали туда окопы копать. Копали, гопали 41 градус в зиму. Морозы. А как терпели? Терпели ведь. А что же делать? Надо работать, помогать надо государству. Очень тяжело было. Холодно, холодно. А чем? Удывать. Удывать нечем. Уфать нету. Как? Кафтан, что ли сказать? Кафтан, наверное. А? На лугах, лаптях? Честинки нету? Портянки? Сапожки нету? Что делать? Терпели, терпели. Живу теперь 95-й год. Ощущение постоянного холода и голода она помнит до сих пор. Очень хотелось спать. Но выстояли. Выдержали. Ежедневно строительством рубежей занимались в среднем 85 тысяч человек. А в отдельные периоды эта цифра доходила до 110 тысяч. За 45 дней жители Чувашии сделали практически невозможное. Построили 380 километров оборонительных конструкций. Те, кто строили рубежи в Чувашии, сейчас старше 90 лет. Многие не дожили до юбилейной даты начала строительства. Но об их подвиге никогда не забудут. В этом году в Козловском районе началось возведение мемориала, посвященного строителям безмолвных рубежей. На повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулова будут установлены 38 стел из нержавеющей стали и бронзовый памятник. Это будет знаковый объект не только Чувашии, но и для всей страны. Первый мемориал такого масштаба, который посвящен трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, отметил глава региона Олег Николаев. Сейчас подходит к завершению первый этап строительства. Сдача всего объекта запланирована на 2023 год. В феврале 2021 года был объявлен конкурс на создание авторской песни, посвященной строительству сурского и казанского рубежей. На призыв откликнулись как профессионалы, так и любители. Всего было подано более 30 заявок. В мае этого года сотрудник национального телевидения Максим Попов получил гран-при фестиваля «Солдатский конверт-2021» за песню о рубежах, которую написал сам. «Средь окопов меж, рек замерзших окоп, укрепляли рубеж от проклятых врагов. Каждый ждал и молил, не теряя окопов меж, из последних и сил строя сурский рубеж». Сегодня, в день 80-летия, в Дом культуры трактора строителей пригласили тех, кто в лютый мороз, не жалея ни сил, ни здоровья, рыли окопы и рвы строителей рубежей. «Наша история, история чувашского народа, история рубежей, которые построены на территории Чувашской республики, тогда Чувашской СССР, несомненно, для нас очень дорога и значима. Уникальность этих рубежей заключается в том, что, казалось бы, на территории в протяженности 200 километров построено 380 километров оборудованных рубежей. И это было сделано за очень короткий срок и по тем стандартам, которые были обозначены». Каждому участнику строительства вручили памятные медали. Для участников рубежей этот день имеет особое значение. Несмотря на то, что главным героем праздника сегодня не меньше 90, событий тех дней они помнят. «Там мы работали носилкой, мы в своем были. Всегда очень было тяжело. Мы всегда каждый день с 6 до 6 вечера работали. Очень холодно было, руки замерзли, ноги замерзли. Очень трудно было». Медали, слова благодарности и слезы на глазах. Слезы счастья. Что прошли? Справились. Выжили.